Здравствуйте, Айнадий Амадемович. Скажите, пожалуйста, вы сейчас вернулись с чемпионата Европы под видос среди мастеров и ветеранов. Как, на ваш взгляд, с каждым годом растет уровень участников? Как вы выступили? Расскажите о чемпионате. Уровень чемпионата Европы с каждым годом растет. Это подтвердение о данном чемпионате. Я участвовал в 2-й раз на чемпионате Европы. Выступил в этот раз в проживочек для ведущей. Я стал бронзовым, прозер, плечом к зачатии. Отборолся 4 сварки, 3 сварки выиграл. Вы, помимо того, что сам участвуете в соревнованиях мастеров тюдо, также и активно развиваете тюдо в Чеченской Республике. И непосредственно в городе Грозном вы являетесь тренером. И очень много воспитанников ваших сейчас борются на соревнованиях. Расскажите, как развивается ветеранское тюдо в Грозном? Ветеранское тюдо в Грозном только сейчас начало развиваться. Я в первом восьмом году с двумя товарищами поехали на Россию, в городе Анапа. И в прошлом году в Бельми тоже несколько человек участвовал в этом году. Благодаря Бахаеву Ибрагиму, он собрал команду из 12 человек. Ибрагим тоже мой бывший ученик. Я его тренер, он в прошлом, часто он уже занимается своим делом, но тоже ветеранское движение учится. И можно сказать, возглавим от этого дела. Лезли в Чеченской Республике 12 человек, 7 медалей на чемпионате России не забирали. Мы с Ибрагимовым станем чемпионатами 3-4 лет, 2-3 лет. Ну, набирали темп, движение ветеранское. И в будущем году, я надеюсь, нас еще больше поведет на чемпионат России. Но я вот сейчас слышал, что вы предложили город Грозный в качестве города-кандидата на проведение чемпионата России. Чемпионата России, да. Предложили, если удастся. Я думаю, если проведем Грозный чемпионат России, то движение получит сильный импульс. Ну, как вы думаете, развитие ветеранского джудо способствует популяризации вообще джудо среди населения, ну, среди молодежи? Среди молодежи способствует, даже не среди молодежи, наши ровесники, глядя на нас, тоже захотят ну, за нами потянуться в любом случае. Вредные привычки, кое-кто, видимо, может бросить бывшие спортсмены, я имею в виду. Они потянутся и начнут на ровне с нами заниматься. И это только будет положительное влияние. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.